Добрый день, уважаемые зрители ТВ-клуба Континент. Сегодня четверг, 2 ноября, и очередной инфо-выпуск веду я Мишу Герштейн. События в Украине и Израиле подробно освещаются в других наших выпусках, и я, как обычно, расскажу о наших американских событиях. Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал, что скоро, очень скоро расскажет о том, начнется ли процесс импичмента президента Байдена, и если начнется, то когда. Учитывая, что бывали накануне этого заявления председателя комиссии Конгресса по надзору Джеймс Коммер в красочных подробностях рассказал, что удалось отследить 40 тысяч долларов, которые получил лично товарищ Байден от своих китайских товарищей, можно предположить, что очередной, ставший почти ежегодным процесс импичмента, все-таки начнется. 40 тысяч долларов, это, конечно, в нашем представлении не очень серьезная сумма, но важным было не количество, а качество. Те, кто занимался расследованием, смогли проследить всю цепочку отмывания нашим президентам этих денег. Эта конкретная цепочка, правда, случилась в 2017 году, когда он уже не был вице-президентом, но еще не был президентом. Хантер Байден в июле 2017 года позвонил в китайскую энергетическую компанию CEFC и стал требовать 10 миллионов долларов, которые эта компания ему якобы обещала. Во время этого разговора прозвучала, оказывается, многократно цитировавшаяся фраза о том, что мой папа сидит рядом со мной и что-то мне непонятно, почему наши договоренности не были выполнены. Представитель CEFC сказал, что CEFC хочет работать с семьей. Потом Хантер еще добавил, что в плане личных связей лучше Байденов никого нет. После этого китайцы как-то быстро испугались и 8 августа 2017 года заплатили, правда, для начала только 5 миллионов в компанию Hudson West 3, которой частично владели китайцы, а частично Хантер. В тот же жаркий августовский день 400 тысяч долларов было переведено в компанию Avasco PC. Ей уже владел один только Хантер. А 14 августа Хантер перевел 150 тысяч долларов в компанию Lionhole Group, который владел брат Джо Байтона Джеймс Байтон вместе со своей женой Сарой. 28 августа Сара сняла со счета этой компании 50 тысяч долларов наличными и положила эти деньги на свой с мужем персональный счет, где они довольно спокойно пролежали до 3 сентября, когда Сара выписала чек Джо Байдену на 40 тысяч, знаменитые 10% для Big Guy, сделав на нем пометку для отвода глаз, что это Loan Repayment, то есть выплата займа. Сара схема эта с перекладыванием денег со счета на счет, прерывающаяся в промежутке на обналичивание, испокон веков называлось отмывание денег или Money Lundering. И это только один пример из наверняка множества, когда Джо Байден получал свои 10% отката. В президентской гонке наметился серьезный скандал. Уже второй или третий день все обсуждают, носит ли Рон Десантис подкладки в ботинках для того, чтобы оказаться выше, или не носит. Рон Десантис гневно отвергает эти обвинения и заявляет, что он и так достаточно высок, 5 футов и 11 дюймов, почти 180 сантиметров. Люди, знакомые с футами и дюймами, считают, что если человек ростом в 5 футов и 11 дюймов, он скромно округлит свой рост до 6 футов. Пока это все привело к тому, что от Десантиса отвернулся его предшественник, бывший губернатор Флориды, а ныне сенатор Рик Скотт, который поддержал предстоящих выборов Дональда Трампа. Надо, кстати, сказать, что один из немногих пока сенаторов, который это сделал. Рон Десантис сегодня пришел на канал MSNBC, где его было достаточно удивительно видеть. Но этот канал, как известно, ничем особенно не отличается, кроме некоторых букв в названии, от канала CNN. Но Рон довольно быстро побеседовал с ведущим. Самым интересным в этой беседе было то, что его спросили, считает ли он, что Трамп должен получить республиканскую номинацию на предстоящих выборах, если его осудят в каких-нибудь из идущих сейчас бесконечных процессах. Рон Десантис, не моргнув глазом и не судив, что он так ни разу, кстати, не сделал все эти политические процессы и вообще любовь администрации Байдена к расправам над политическими оппонентами, сказал, что нет, это было бы неправильно. То есть не надо тогда в таком случае утверждать Трампа кандидатом. Те, кто внимательно следит за предвыборной борьбой и за тем, кто находится под ковром, обнаружили после этих слов, что у Рона Десантиса поддержка оказывает некто Кен Кучинели, прославившийся тем, что он демонстративно выкинул свой пропуск во время республиканского съезда 2016 года, утвердившего Трампа своим кандидатом. Поэтому начались разговоры, что нас готовят постепенно к тому, что на предстоящем 2024 году в республиканском съезде номинацию Трампа не допустят. То ли говорят о так называемой Contested Convention, то есть что будет оппозиция тому, кто набрал больше всего голосов. И сейчас, кстати, начался процесс в Колорадо, в котором пытаются лишить возможности Трампа зафиксировать, быть в списках и в праймере, и в президентских. Один процесс и второй процесс по этому же поводу сейчас полагается, собирается начать в Мичигане. Пока что Трамп заявил протест, подал в суд на них тоже. Ну, посмотрим, куда это все придет, чем это все закончится. А в это время в Нью-Йорке продолжается суд, и Дональд Трамп Джуниор там в этом суде давал показания. Суд этот, напомню, о 250 миллионах, точнее о том, что Трамп и Трамп Организация преднамеренно завышали или занижали стоимость своих активов, чтобы получать благоприятные условия по кредитам, по страховке и тому подобное. Дональд Трамп Джуниор, как известно, особенно никакой роли в финансовом механизме компании этой не играл, в финансовых делах не играл, о чем он так и сказал, что он финансами не занимался, поэтому ничем помочь в суду не может. Это, не знаю, насколько удовлетворит это судью и генерального прокурора Нью-Йорка, поскольку они вообще, их трясет при одном упоминании имени Трамп, но посмотрим, что будет. А тем временем судья во Флориде в одном из дел, которые наплодил специальный прокурор Джек Смит, в деле о суперсекретных документах, которые якобы Трамп вывез из Белого дома и хранил у себя в резиденции Мар-Ал-Аго, рассматривает заявления адвокатов Трампа и его содельников, чтобы сроки начала процесса были пересмотрены и сдвинуты, возможно, даже после выборов. Напомню, что предварительно эти сроки были, процесс должен был начаться 4-го, по-моему, марта, накануне так называемого Супер Туздэй. Супер Тьюздэй – это такой день выборов во время праймери, когда голосуют порядка 20 штатов в один и тот же день, и в этот день обычно практически уже определяется, кто же будет номинирован на пост президента от той или другой партии. Но адвокаты заявили, что они не успевают обработать все документы, и кроме того, Трамп занят в массе других уголовных дел, поэтому на них у него времени очень мало. В среде этих документов, например, было 60 терабайтов видео с камеры наблюдения, которые так талантливо были заархивированы Министерством Министриции и обвинением в несколько фолдеров, что один из этих фолдеров разархивировался только аж в течение 24 часов. Обвинение, правда, заявило, что в этих 60 терабайтах 5 лет наблюдений, и адвокаты должны рассматривать только те даты, которые имеют отношение к этому делу. Но адвокаты сказали, что раздали, мы должны все посмотреть, не надо нам указывать. Но пока адвокаты не справились с установленным им до этого срока закончить все рассмотрели на документы 20 октября, так что будем смотреть, перенесут, не перенесут, чем все это закончится. А в это время в Мара Лагас, в присутствии Трампа, между прочим, состоялась премьера документального фильма «Полис Стейт. Полицейское государство», известного консервативного журналиста Динеша Де Суза, известного в первую очередь своим фильмом «Две тысячи мулов», в котором он расследовал нарушения во время выборов 2020 года. А фильм «Полис Стейт» будет доступен исключительно на платформе «Рамбл», так что те, кто знает эту платформу, пожалуйста, посмотрите там, если хотите. Те, кто не знает, рекомендую к этой платформе, на эту платформу подписаться. К тому же наш Товыклуб Континент там тоже есть. И в заключение «Вишенка на торте» говорят, что во время празднования Холовина в «Белом доме» Джо Байден пообещал детям, что сейчас они увидят страшное чудовище. Тут раскрылась дверь в это время, и из двери вышла Камала Харрис. На этом выпуск заканчивается. Еще раз напоминаю, чтобы вы подписывались на наш канал, нажимали колокольчик, ставили лайки и оставляли комментарии. И до встречи через неделю. Продолжение следует...